Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит собственный план мирного урегулирования по Украине, своего рода Новые Минские соглашения, что не исключает передачу Москве от части украинских территорий. Об этом пишет газета «Ля Република» со ссылкой на свой источник близкий правительству социал-демократической партии Германии. Как указывается, германский канцлер после неудач на региональных и европейских выборах хочет разыграть украинскую карту, чтобы укрепить собственные позиции. К поиску пути и завершения конфликта его подталкивают и в оппозиционном христианско-демократическом союзе, добавляет издание. В Кремле пока не видят предпосылок для мирного урегулирования конфликта в Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается урегулирования конфликта в Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются, отметил он. Также он добавил, что Москва узнала о планах Шольца и СМИ и не знает их деталей. «Мы заранее не отмахиваемся ни от каких планов, но нужно понимать, о чем идет речь». Так Песков прокомментировал сообщение о том, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен представить проект собственного мирного плана. «Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений. Собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует коллективным Западом», указал представитель Кремля. Также накануне в телеинтервью Олаф Шольц заявил, что в конфликте в Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. По его мнению, необходимо привести новый саммит с целью урегулирования кризиса в Украине с обязательным участием России. Первый саммит мира прошел 15-16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие представители 91 страны и восьми организаций, однако Россию на него не пригласили. На мероприятие обсуждались несколько пунктов из формулы мира Зеленского. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, но на основе соглашения, которое было достигнуто в Стамбуле весной 2022 года, а не на основе каких-то эфемерных требований. При этом Путин допустил, что посредниками в мирных переговорах могут стать Китай, Индия и Бразилия.